как я вам обещала мы с вами идем любоваться цветущей магнолией и самые красивые цветущие магнолия в париже это конечно сады поле royal и это ли аль но мы с вами еще посмотрим и сады аль берекана поле royal можно приехать на метро первая линия станции называется поле royal музей дюлювры вот лувра осторожно мошенники о мошенниках мы с вами уже говорили напротив лувра находится поле royal в двух шагах от лувра напротив знаменитого театра комедии францесс находится вот этот вход в метро мастер жан-мишель утоньель получил заказ создать новый павильон к празднованию столетия парижского метро в 2000 году свое произведение автор назвал дерзость это точно дерзости ему не занимать и теперь это цветное безумство из алюминия цветного стекла из мурана очаровывает прохожих называется этот павильон киоск полуношников как думаете почему мы с вами идем любоваться цветущими магнолиями в саду поле royal но сад этот хорош в любое время года после того как отцветут магнолии здесь высадят тюльпаны будут цвести розы здесь замечательные розари и вообще цветы здесь высаживают по сезону и пока вы любуете с магнолиями я вам расскажу об истории поле рояль поле рояль был построен для кардинала ришелье назывался кардинальский дворец перед смертью ришелье завещал свой дворец королю людовику 13 впрочем король следует в могилу через полгода после кончины своего премьер-министра и в этом дворце поселилась анна австрийская с маленькими сыновьями людовиком 14 и филиппом орлянским поэтому и называют дворец не кардинальский а королевский поле рояль людовик 14 король солнца париж не любил не чувствовал себя безопасности ни в лувре не в поле рояль построив версаль король будет жить постоянно в версале а поле рояль людовик 14 подарил своему брату филиппу орлянскому и дворец принадлежал семье герцога орлянского до 19 века в середине 18 века один из герцогов орлянских приказал построить новые здания с галереями аркадами вокруг сада это было самое модное место в париже до середины 19 века как только парижане почувствовали вкус к новым галереям они уже не хотели ходить по старым улицам которые были хороши только для собак писали в газетах того времени здесь находились модные бутики в которых было все что могло утолить жажду роскоши здесь были рестораны книжные магазины издательства читальные залы мадийские портнихи ведь в париже писал бальзак как ни в одном городе необходимо одеваться настолько хорошо насколько это возможно те кто приезжает из провинции никогда не одеты по моде шляпы плохо сделаны платье плохо шиты это даже смешно иметь в париже шляпку и туфли из провинции в 1828 году в париже шили 8 миллионов пар обуви в галереях поле рояль было немало игорных домов табличка над одним из них гласилась сюда ведут три двери надежда безумие и смерть в первый входит выход через две остальные и еще один район где можно полюбоваться цветущей магнолии это квартал ли аля из сада поле рояль доляль рукой подать мы с вами пройдем через площадь валуа по пассажу истины и еще у нас будет один пассаж 2 роду да и дальше мы выходим квартал леалья пассаж веру да да был построен начале 19 века сейчас этот пассаж полностью отреставрирован здесь очень много художественных галерей здесь прекрасный ресторан и здесь модные бутики и далее мы выходим с вами квартал леаля мы в квартале который с легкой руки золя называют чревом парижа по-французски ли аля то есть центральный рынок рынок появился на правом берегу парижа еще в двенадцатом веке и просуществовал до 1969 года этот год был для рынка настоящим переселением века в южный пригород парижа ранжиса тогда переехала тысячи крупных компаний и около двадцати тысяч человек ресторану пьеду и кошу у свиных ножек был открыт в 1947 году когда здесь находился центральный рынок рынка давно нет а ресторан по-прежнему работает каждый день 24 часа в сутки луковый суп здесь очень вкусный или можно попробовать блюдо с необычным названием искушение святого антуана и еще здесь всегда свежие дары моря вот это магнолия очень ароматная здесь работают садовники а специально спросила что это за дерево он сказал да это магнолии все он сказал что цветет в лиале это все магнолия разные но разных видов магнолии помните старую песенку в краю магнолий плещет море а знаете ли вы что магнолия названа в честь французского ботаника пьер маньоли был профессором ботаники жил в семнадцатом веке невозможно пройти мимо огромной скульптуры я ее и кусама которую установили 2 марта на улице нового моста напротив исторической штаб-квартиры луи виттон здесь проходит выставка в этом здании который называется эльве дрима выставка бесплатная но нужно зарегистрироваться компанию луи виттон работала с разными художниками в том числе искусом а эта выставка призвана популяризировать сотрудничество известной японской художницы который скоро исполнится 94 года с луи виттон друзья мы с вами саду альберакана об этом саде у меня есть отдельное видео сад альберакана символом японского сада об этом вы можете посмотреть видео по ссылке наверху справа а меня заинтересовала история магнолии как это дерево попало во францию и оказалось что 1703 году при поиске новых лекарственных растений французский ботаник жак пульмье попал на американский континент где и заметил изумительной красоты дерева он был первым европейцем которому довелось увидеть как цветет магнолия и самую первую магнолию привезли во францию а точнее в город нант в 1711 году из многих интересных фактов о цветке магнолии наиболее поразительным является то что это очень древний цветок останки первых магнолий которые нашли исследователи позволили сделать вывод о том что магнолия украшала собой планету 90 миллионов лет тому назад это очень крепкий устойчивый холоду цветок в отличие от других нежных цветущих растений и наверное это связано с тем что ему пришлось адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям чтобы выжить поэтому магнолия символизирует выносливость вечность и долгую жизнь еще неделькой зацветет вот эта сакура так что в конце марта будет еще одно видео будет цветущая сакура цветущие сливы и в париже и здесь саду альберакана сейчас париже цветет пока только магнолия сакура только-только начинает зацветать и наверное через неделю уже зацветет и сакуры и сливы и другие деревья интересно ли вам посмотреть цветущие деревья в конце марта напишите мне в комментариях тогда я сниму еще одно видео спасибо что смотрите мои видео и до новых встреч на канале о франции не только пока до новых встреч